Всем большой привет! У нас сегодня готовится суп. Первый раз из перепелки. Да, из нашей перепелки, потому что у нас с одной перепелкой что-то странное случилось. И, в общем, голова была на бейклень у нее, а сама она вроде как бы была бодренькая. В итоге Сергей решил, что ее можно на суп. Сегодня будет суп из перепелки. Первый раз в жизни такой готовлю. Сергей ее почистил, разделал. Я не видела, как это произошло, слава богу. В общем, сегодня у нас будет вкусненький супчик из перепелки. Детишки здесь играют. Никит, покажи, каких ты сегодня роботов сделал. Никита сегодня сделал очень классных... Вот, что это за помидор тут присох. Очень классных роботов. Это трансформер. Это даже от робота, да? Трансформер. Это танк, самолет, робот. Ой, скажи-ка. Первый робот, это второй. А, вот, второй робот трансформируется. Вот, вот так первый. Никита обожает делать трансформеры. Разно. Вот, что там два. Классно. Надеюсь, не ясно. Получилось. Развалилась. Лего еще минус. Она разваливается. Ну, это да, у нас такое лего. Подожди, сквозняк такой, надо окна закрыть. У нас плит включен. Классно. Окна открываются. Надо их закрывать. Я просто вот тут не достаю поворачивать. Только Сергей достает. Потому что подоконник очень широкий. А вот тут достаю. А Степа сделал вон какую штуку классную. Он сказал, что это кран-грузовик. Вот так. И там, да, еще? Вот, Никита доделал это. Вот этот самолет-танк трансформируется вот в такого робота. А вот этот другое. Вот я сначала вот так разбираю. Тут раз, два, три. Раз, два, три. Это машина такая. Вот у меня пушечка. А вот этот трансформируется в самолет. Это ты по видео делал? Угу. Никита теперь видео на Ютубе находит. Делает уже по видео. Вот это вот так. В ту сторону. Класс, Никита. Да, в ту сторону. Вот так. Ну, что, еще два дня и будешь на робототехнику ходить. Не, три дня. Будешь там показывать свои гениальные способности. Блин. Чего? Ты вспомнил про планету детства, Миш? Да. Миша говорит, меня здесь нет. Я ушел на Северный полюс. Миша, реально тебя как будто и нет. А вот так есть. Где Миша? Я вчера для Никитки же забрала много рубашек. Мы сейчас померили. Некоторые нам еще на вырост. Некоторые как раз. Но смысл не в этом. Когда я сейчас мерила рубашки ему, я поняла, что у нас нет обуви. У нас только кеды, в которых мы ходили. Они нам как раз. Но сейчас же в кедах жарко еще будет. Что-то я об этом опять не подумала вообще. Ну, надо сандалии какие-нибудь такие закрытые, школьные. У нас же с открытым носом такие не подойдут. Ну, можно, конечно, в кедах. Они тряпочные, тоненькие. Мы их на вторую обувь зимой носим. Но. Все-таки хочется нормальные, хорошие сандалии. Я что-то об этом не подумала. Наверное, завтра пойдем на сборы школы, а потом пойдем сандалии искать, покупать. Как в прошлом году. А нет, не в прошлом. В прошлом году все нормально было. Как в позапрошлом году, к первому классу я не могла сандали найти. Вот теперь опять та же самая ситуация. У меня прям дежавю. Я сегодня на ужин буду делать тушеную капусту. Но не как обычно, а тушеную капусту с беконом. Здесь у меня порезанный слайсами бекон, морковка, лук. Все это обжариваю. И потом добавлю капусту и добавлю томаты уже. Добавлю томаты свежие. А вообще можно томатную пасту развести с водой и залить этим. И тушить. Делаю так в первый раз. Обычно я тушу капусту на куриным филе. Или как-то один раз я даже с сосисками делала. Но, кстати, с сосисками мне не понравилось. Обычно куриное филе использую. Так в первый раз делаю, попробуем. Понравится, не понравится. Если понравится, буду еще делать. Здесь одна упаковка бекона у меня. Кстати, хотела показать. Вот помидорчики. Это с нашего, так сказать, огорода. Потому что это вот из того горшка, который я вам несколько раз показывала. Три кустика. Все плодоносят. Но, правда, по чуть-чуть совсем. Вот этот, кстати, сам отвалился. Я не сорвала. Вот эти сорвала. По чуть-чуть. Но все равно приятно то, что они вообще выросли. Прикольно. Я все равно, естественно, помидоры покупаю. Потому что это нам крайне мало. Но интересно. Зато посмотрели, как помидорки растут вообще. А то в прошлом году-то у нас была целая грядка большая. Но мы не видели, что поспело. Потому что мы в этот момент были в поездке и не видели. Дедушка их тут собирал. А теперь, мне кажется, у нас помидоров в этом году больше, чем вот с этого горшка. Больше, чем со всей той грядкой, которая была в прошлом году. Я сейчас прям на терке натерла помидорчики. Вот так вот все залила капусточку. Там довольно много еще прям жидкости. И во всем этом будет сейчас тушиться. Потушится минут 15. Я потом перемешаю. Еще минут 10, наверное, потушится. И все будет готово. Всем доброе утречко. Сегодня влог начинается у нас в школьном дворе. У нас сейчас сборы перед первым сентября. Нам сказали, когда, во сколько, что будет. Первого сентября мы приходим, не учимся, без портфелей. Второго сентября уже начинаем учиться. В общем, сказали так, по минимуму. Потом еще это тоже в чат напишут. Мы также продолжаем учиться, как я поняла, в среднюю смену. Не знаю, как это назвать. В общем, и не с утра, и не во вторую смену. Мы учимся после другого класса. У нас учительница на два класса. И получается, что она сначала их ведет, а потом нас ведет. То есть у нас не вторая смена и не первая, а какая-то посерединке. Вот так. Собрание вообще у нас тут было во дворе. А потом некоторые детишки пошли помогать книжки перетаскивать. Никита тоже туда пошел. Я вообще хотела с одним Никитой сюда прийти. Но в итоге Степа и Миша тоже очень попросили со мной. Вдруг мы в парк пойдем гулять. А еще, может быть, куда-нибудь интересное какое-нибудь место посетим. Поэтому они захотели со мной. В итоге я со всеми тремя детьми. Но сейчас Миша и Степа пошли к бабушке Лидии. Они там чуть-чуть посидят. Я тут жду Никиту, когда он вернется из школы. Там, мне кажется, они недолго. Чуть-чуть книжки перетащат и все, и выйдут. Никита так обрадовался, друзей увидел. Начал обниматься. В общем, Никита ходит в школу, потому что там друзья. Вот такая у нас школа. Это не главный двор. Это боковой вход. А перед школой там просто делают сейчас плитку, укладывают. Поэтому вот тут с бокового хода заходили. Мы с детьми на беговелах, на самокатах. Сегодня мы на транспорте. Я вообще хотела еще с Никитой заехать в обувной. Тут в один, во второй померить ему сандали к школе посмотреть. Может быть там что есть. Ну, если нет, то в кедах пойдем. Но у нас кед такие классические, школьные тоже. Просто в кедах жарковато. Поэтому хотелось бы все-таки сандали тоже иметь. Нам еще прислали список констоваров в группе у Степы, в группе у Миши. Также и Никитке надо кое-какие констовары докупить. Там совсем чуть-чуть у нас. У нас в основном все есть. Но все равно докупить надо. Тоже сейчас с детьми пойдем по магазинам все это покупать. А Сергей нас сюда привез. Он сейчас поедет там. Ему нужно дерево купить. Поедет за деревом. Может быть на обратном пути нас заберет. Хотя мы, наверное, дольше намного будем гулять, чем он будет покупать дерево. Сижу я, значит, такая одна тут. Разглядываю птичек. Собакат мой стоит. Так непривычно без детей. Я вообще Никите сказала просто, что мы вот тут будем гулять на плащах. А Миша и Степа захотели к бабушке Лиде. Говорят, мы туда пойдем, там будем ждать. Я говорю, ну идите. А вот тут просто бабушка Лид у нас живет. Прям напротив школы. Поэтому они там сейчас. А я тут жду Никитку одна. Погода у нас сегодня опять ветреная. У меня просто уже не прическа, а не поймешь, что у меня все волосы лезут на глаза. Я взяла с собой резинку. Потом, когда поедем на смокате, я в хвост уберу волосы. Специально постриглась так, чтобы оставить вот хвост. Чтобы можно было собирать в такие ситуации. Что-то Никита там долго уже. Сейчас у нас уже 12.50. А нам к 12 надо было. Выходит, у нас сбор где-то был минут 20. И сейчас они уже полчаса эти книги таскают. Сколько там книг, интересно. Притом, там довольно много ребят пошло. Я думала, они там минут за 10 справятся. В общем, сижу уже полчаса его ждут. Никита идет. Они не сговаривали сегодня об об оранжевом. Друзья. Вы сегодня об об оранжевом не сговаривались. Так, у нас по плану. Никиту постричь надо. Никите надо найти сандали. Потому что, вот, будь здоров. Вот в этих мы не можем пойти. Кстати, мы их в Зенде не покупали. Никит, смотри, у тебя пальчик торчит немного. Маловато. Все, этот год доходим и все. В общем, Никиту надо постричь. Ты что, все это время в кепке был? У тебя прям волосы мокрые, а? Не, не все. Я снимал кепку. Пошли, Никит, за нашими пацанами. Какие мокрые. Сними пока, держи в руках. Пусть волосы высохнут. Нет, все не там. Там они? Нет, мы пойдем. Я вообще, конечно, их бы оставила, но там бабушке тоже дело надо свои делать. Жалко. Жалко. И мне жалко. Все со своим транспортом. Я с Мишей на этом самокате. Что, не получается помочь? Давай, помогу. Все, в общем, мы зашли в парикмахерскую. Никиту там оставили. А сами пойдем на площадку. Степ, камням нельзя кидаться. Это очень плохо. Может, и в машину попасть, и в глаз, и в лоб, и в нос. Туда хочешь? На ту площадку пойдем. Ну, пойдем на ту. Я, кстати, себе стригла волосы вот позавчера, тоже вот в этой парикмахерской. Просто тут всегда свободно. Не надо записываться заранее. Ну, не всегда, но почти всегда. Мама, дай. А мы пойдем в магазин за молоком? За молоком? Да, пойдем потом. Но мы сначала пойдем в Зентен, посмотрим обувь еще. А я терпеть не могу гулять на таких детских площадках, потому что тут море песка, и у меня песок этот забивается, потом размазывается. Я ненавижу это ощущение. Босиком я тут не хожу, потому что потом тоже ноги все грязные. Ну, в общем, тут в любом случае ноги грязные. Песок у меня уже там забился. Уже буду потом отмывать. Дети разуваются, босиком по песку бегают. А я не разуваюсь. Так, ну что? Одно дело сделано. Повернись, Никита, другим боком. Не, не, не видно. Давай сюда повернись. Повернись. Вот, вот такая вот прическа. Ну, ничего, так хорошо. Мне нравится. Все, поехали дальше. Мы погуляем немножко. О, кепочка. Снова в школу. Цены ниже. Такие симпатичные. Какие хорошие. Только пачекаться, конечно, не будут. Здесь главное, чтобы пройди и удобно тебе. Дойди вон туда, дальше, обратно. Неудобно. Где неудобно, скажи? Тоже, тоже. Вот этот уголочек? Нет. А где еще? Сандали в итоге мы взяли. Те, которые мерились, где взяли. Стоят сандали сейчас вот такие вот школьные. 2,599. Это уже со скидочками. С такими. Обувь в этом году намного дороже, кстати. И вообще одежда тоже намного дороже. Заходило в детский мир, когда брюки там смотреть. То, что в прошлом году стоило 799, в этом году стоит 1699. Абсолютно то же самое, то же со скидками. Так что в этом году прям все подорожало. Зашли в магазин, выбирали брюки. В общем, ни одни брюки, которые здесь есть, на Никиту не подходят. Будем дальше смотреть. Черт меня дернул пройти мимо этого детского уголка. Я их теперь отсюда не вытащу. С морковкой по-корейски шли вы тут морковку продаете? Да. Выходите, пойдем. Так, вернулись мы домой. Покажу быстро, что купили. В итоге в светофор мы заехали. Я взяла сухарики. Мы такие не пробовали. Попробуем с вкусом чеснока. Минус ли одну упаковочку. Потом мы поехали на рынок. Фикс прайс. Там я взяла пластилин. Вот это вот. Это я взяла тоже в светофоре. Набор вот такой. Просто Степе попросили. Именно клей ПВА. В маленькой упаковке. Вот взяла там. Ножницы в любом случае нам пригодятся. Обычный клей тоже. Также в светофоре взяла вот такой набор для творчества. Там 16 листов картона. Нет, 8 листов картона и 16 листов цветной бумаги. И такой же набор взяла для Миша. Там же светофор еще взяла вот карандаши простые. На рынке мы взяли морковочку. По-корейски это Никита попросила. Взяла какао золотой героик. 85 рублей какао на рынке стоит в обычном киоске. И цикорий взяла. Цикорий такой еще не пробовали. Потом дальше поехали в Ермолино. Оно просто было по пути. Не хотело в Магнит возвращаться. Поэтому там взяла молоко. И там же взяла вот такие вот кокосовые пирожные. На 18 грамм меня обвесили. Притом у них там же стоят контрольные весы. На их весах было 358 грамм. А на контрольных весах вот через метр 340 грамм. Но я уже постеснялась сказать. Думаю, одно пироженку еще ничего. Я просто помню. Меня помнишь обвешивали на 150 грамм. Да, на 200 грамм. Но я просто сейчас мало взяла. Поэтому на малые обвесили. Вот. И взяли яйца. Это уже в красное-белое. Вернули, но уйти, чтобы тебя не обвесили. Ну это во всех городах так. Всем привет. Я хочу быть просто знакомым продавцом. Ну или просто в открытых говорить. Не обвешивайте меня. Тогда не стесняются и не обвешивают. Но это шуточка местная. Да, да. Кто не знает. Сергей тут какую-то картошечку готовит. Смотри, у меня новая доска. Вернее, не новая. Да я вижу, она треснула. А модернизированная. Вот так вот, чтобы, знаешь, красиво снимать. Ты камеру ставишь и так крутишь. Короче, у нас эта доска треснула от того, что на неё тёплый заварочный чайник Сергей поставил горячий. И она от теплоты, видать, разбух и треснула. Она толстая, соответственно. Да, и клееная. Поэтому с такими досками нужно аккуратно. Так, в общем, и в Зэнтони я сказала уже, что я купила сандалии вот такие вот для Никиты в школе. Со скидкой. Сандалии эти стоили две пятьсот девяносто девять. Типа первоначальная цена четыре семьсот девяносто девять. Но если честно, пять тысяч за сандалии для меня это какой-то, ну, ненормальная цена. Мне кажется, сандалии не должны столько стоить. Они из натуральной кожи, что ли, что ли, я не пойму. Ну, страна Китай, полнота пять, сезон М, что это значит, не знаю. В общем, Никита сказал, что ему вот тут даже немножко жмет, но мы подумали, что носок будет нормально. Не то, что жмет, он говорит, вот тут вот неудобно уголочек ему. Но вроде сказал, что хорошо все остальное. Тридцать третий размер взяли. Я была уверена, что у Никиты уже тридцать четвертый, потому что осенние ботинки у него тридцать четвертого размера. Тридцать четвертый померили, там прям еще, наверное, сантиметр вот такой был. Поэтому все в итоге все-таки тридцать третий взяли. Они не черные, они темно-синего цвета. Вот на камере почему-то кажется черные. Такие темно-темно-синие. Это видно, когда они рядом с черными стояли. Так мне тоже, если честно, со стороны кажется, что это черный цвет. А, вот еще мы в светофоре взяли вот такую большую книжку. Подожди, Миш, дай покажу. Большая активити книга лабиринтов. Как Миша увидел, что тут лабиринты. Говорит, мама, я хочу, я хочу, я хочу ее. Я говорю, ну бери, раз так хочешь. Вот, Миша лабиринты очень любит. Мы сели сейчас пообедали, а Никита хочет в парк. И дети тоже хотят в парк, а я все выдохла. Вот я вот так сижу. Хорошо, что я вчера ночью замонтировала влог, потому что он огромный. Я его монтировала, наверное, часа два с половиной, если не больше. И хорошо, что я это сделала ночью. Ну, не вчера, а сегодня ночью сделала. До того, как спать легла. Вот, и мне сейчас нужно упаковать полотенце. Потом поехать отправить его на почту. Потом дети вот просят в парк. Я прошу Сергея, чтобы он нас довез до этого парка. В общем, еще куча дел, а я вот так вот села и не могу встать. Мне хочется спать уже, потому что я вот, выходит, мало поспала. Но ничего, вечером, значит, буду спать слаще. Вот такой я вышивала вчера халат. Я что-то вчера со влогом не совладала. У меня вчера влога почти нет. Я вот сняла буквально несколько моментов, а все остальное не снимала. В общем, я вчера вышивала халат. Очередной раз вспомнила, почему я ненавижу вышивать халаты. Итог мне очень нравится. Я не люблю вышивать халаты, потому что они очень большие, в отличие от полотенец. Из-за того, что они очень громоздкие, они у меня не помещаются. Вот у меня вышивальная машина. И выходит, у меня вот тут свисает этот халат. Он у меня и вот туда, и вот туда. Я эту швейную машину убирала вчера вот туда, чтобы тут халаты разложить. Он мне все равно свисает. В общем, тут двигается, вот тут за уголок цепляется. Короче, мне просто пространство не позволяет вышивать какие-то огромные массивные вещи. И я так вчера с ним намучилась. Мне приходилось его вот так вот поднимать руками, держать, когда пяльцы двигаются, чтобы нигде ничего не задевало. В общем, несмотря на то, что этот халат довольно быстро вышивается, я с ним намучилась. Поэтому я вспомнила, почему... Вроде это не сложная вышивка, абсолютно обычная. Но из-за того, что вот объемное изделие, мне очень неудобно было вышивать. Халат, конечно, получился красиво. Мне очень нравится, как выглядит вышивка. Золотая такая, это будет комплект. У мужа примерно такой же халат, и это будет комплект. Сейчас я его упакую и на почту отнесу сегодня. Здесь еще есть вот такая вот вышивка на груди. Вот, небольшая с имени. А у меня просто получается, если халат, вот первый раз он у меня там за угол зацепился, с халатом-то все нормально. Но у меня халат держит вот эту вот, я не знаю, как называется эта деталь, в общем, которая ездит. И выходит, что она сдвинулась. Если она сдвинулась, то это значит весь рисунок сдвигается. И получается так, что мне приходится нажимать на паузу, выключать полностью машинку, заново настраивать вот эту штуку, чтобы она была отцентрована. Потом заново начинать вышивку, находить то место, где я остановилась. И, в общем, дополнительной проблемой, я говорю, вот я с этим халатом долго провозилась, чисто из-за этого. Потом, чтобы он не цеплялся, я его просто вот так руками взяла вверх. И стояла, его держала, чтобы вот только место это двигалось, а я его вверху держу и сама вот руками двигаю. Так, конечно, не должно быть, но это чисто из-за того, что у меня здесь места мало. И, ну, как-то не очень удобно. Вот этот стол, он просто прибит туда, я его не могу подвинуть, этот цельниковый. Сергей просто так мне сколотил. Вроде мне всегда удобно, но я такие массивные изделия очень редко вышиваю. Если полотенце большое, я его просто так аккуратно заворачиваю, оно мне вот тут лежит, то есть оно мне не свисает куда-то там, как халат такой огромный. Вот. В общем, ну ничего. Главное вышивка получилась красивой. Я осталась довольна итогом. А в следующий раз буду знать, что халаты задевают, что их надо изначально держать руками. В этот раз упаковала прямо в пакет, в котором получала этот халат, потому что он большой очень. У меня просто пленка, я не знаю, как так завернуть, чтобы было красиво. Ну, так, в принципе, тоже красиво. Целый мешок с платаричной лентой. Небо, смотрите, сегодня опять какое шикарное. Там скоро закат будет. Ну, как скоро, часа через полтора. Красота. А тут у нас постепенно вот крыша кладется. Вот за такими дощечками сегодня Сергей ездил, докупил. Осталось только положить их. Это будет открытая такая летняя беседка. Должно быть симпатично. Кстати, по поводу весов Сергея их потом, после того, как я их утопила, они немножко полежали, вытащил батарейки и окунул полностью в спирт. Потом высушил, и они заработали, представляете? Так что весы еще живы. У нас просто тумбочка там, в которой они лежат. Ого, как много весит. Я чуть не ожидала. Сейчас, наверное, и посылка дороже будет. Кило сто восемьдесят четыре. Я просто рассчитывала, что там где-то полкило будет, как полотенце. А тут кило триста, да, примерно? Я через почту России, они там... Ну, сейчас посмотрю, может, обычная посылка. Я обычно просто первым классом отправляюсь. Если обычная посылка, там особо разницы нет. Это халат, представляете, как много весит. Где-то кило триста будет. У нас просто вот весы вот тут лежат. Идеальное место. Тоненькое, удобное. И я их вот так достала и нечаянно уронила. А у нас вот тут на плите прям кастрюля с компотом стояла. Вот так. Совпадение. А еще сегодня что случилось? Я так расстроилась. Я прям уже заплакала. Поставила я сковородку вот так. Я забыла совсем о том, что там газ горит. Блины жарила. Жарила блины здесь, здесь. Вот так поставила сковороду. И жар весь туда пошел. Я сожгла кухню. Я так расстроилась. У нас уже было такое. Но вот было, видите, совсем немножко. Чуть-чуть коричневого я прям подтерла и нормально. А тут я даже не обратила внимания. Не заметила. И не заметила именно потому, что я знала, что такое может быть. И я специально сковородку вот так ставила. Не вплотную, а вот прям на расстоянии. А потом, видать, я как-то на автомате, может быть, ее подвинула, сдвинула. И, в общем, вот такая вот растыка, Настя. Я так расстроилась вообще, Сергей говорит. Ну, может быть, можно потом всю панель эту заменить. Я говорю, представляете, всю панель менять ради этого пятна. Я говорю, надо на Алиэкспрессе какую-нибудь наклейку купить. Типа черный кот тут торчит, выглядывает и заклеить. Куда деваться? Ну, вообще, обидно, конечно. Это Сергей сейчас подчистил еще наждачкой. Это же пленка тонкая. Вот она расплавилась, сдулась. Вздулась, вот так. Обидно очень. Дети там на батуте веселятся. Все втроем. Степа сейчас увидел новый костюм свой. Он вообще в нем в садике в группе ходил. А сейчас увидел, говорит, я хочу его надеть, хочу надеть. А мы его летом особо не носили, потому что он темный. Садик-то в нем в группе вообще идеально. А сейчас вечер, солнца уже не будет. Я говорю, ну, надевай, если хочешь. Сейчас поедем уже. Мы приехали в парк. Здесь очень много людей. Понедельник, вечер. Людей очень много. Настолько много, что за детьми нужно глаз да глаз, потому что их можно просто потерять. Никита с другом, со своим. Они бегают тут уже минут 20 просто без остановки. Мне кажется, они спать сегодня будут как младенцы. Как заводные. Осторожники. Степа с ними вместе бегает в догонялки. Притом они бегают в эти догонялки настолько быстро, что я не успеваю за ними ходить. Я вот издалека слежу за ними, но они моментально от этой горки туда к качелям, вот к этой детской площадке, потом обратно. Сергей вон там стоит под деревцем. Степка подошел, говорит, устал. Сейчас будем на качельках кататься. Набегался ребенок. Такой довольный. Степка подошел, говорит, что я не буду на качельках. Степка подошел, говорит, что я не буду на качельках. Везде сам носит свой беговел. Степ, нам туда. У нас уже темно, но просто Степа увидел издалека этот фонтан разноцветный. Захотел посмотреть на фонтанчик. В общем, мы уже домой собираемся. Нагулялись мы сегодня опять вдоволь. И дает нам, Мишка, пообниматься. Тянет нас за руку. Пап, ты войдешь к нам? Куда? Куда? Еще и пролезть. А, пролезть пойдем? Миша квест пройдет через, сквозь забор. Можно так сказать. Ему нравится пролезать. Так, Мишка пролез через забор. Папа тоже. Заехали мы сейчас в пятерочку. Взяли продуктов, чтобы получить вот этих зоозавров каких-то там. Получили. Завры. Просто, да, завры? Вот такие вот заврики. Два нам попалось одинаковых. Один вот такой. Это, в общем, динозавры на присоске. Что-то не присасываются. Ваня, будете играть с ними. А еще приятный улов этого вечера, это брюки. Одни брюки Никитки вот такие вот взяли. Это тоненькие брюки. Размер 134. Немного они нам на вырост. Я, ну вот, по поясу нормально. Но на попе немного они большеваты. Я даже думаю, может быть, их сбоку как-нибудь чуть-чуть прострочить, ушить. Но, в принципе, нормально. И вот такие вот вторые брюки, они примерно такие же, только они теплые. Они пойдут нам на зиму, вот с таким вот начосиком. Вот. В общем, это отложим пока. А вот в этих, наверное, будем прям вот с 1 сентября ходить. А еще Лидия Николаевна нам передала огромный пакет винограда. Вкусняшка. Я очень люблю этот виноград. У нее есть темно-синий. Его больше любят дети, потому что в нем меньше косточек. Но вот этот мне тоже очень нравится. Очень сладкий, приятный такой. В общем, сезон винограда объявляем открытым. Каждый день будем теперь его есть. У нас выходит винограда в этом году почти нет. Тот, который был, мы уже съели. А остальной он там немножко почему-то загнил. Непонятно, что с ним случилось. Но зато у нас очень много винограда выходит у свекрови. Спасибо ей большое за то, что она передает. Мы его прям с удовольствием едим. Я сегодня на ужин, на поздний ужин, делаю кролика. Никогда в жизни я не делала кролика. И для меня это первый опыт. Не знаю, мне кажется, я бы сама даже кролика никогда не купила. Нам его просто подарили. И вот я его наконец-таки разморозила. Сегодня делаю. Сама его даже разделывала. В общем, попробуем, что будет. Буду делать кролика в сметанном соусе. Тут у меня просто куриное, куриное, господи, кроличье филе выходит. Порезанное. И я сейчас его обжарю. Потом добавлю лук, морковку. Потушу. Добавлю сметанки, специи. И все, будет готово. Запах, пока кролик жарится, абсолютно другой, нежели курица и свинина. Просто я обычно ем курицу. И свинину иногда могу поесть. Остальное я не признаю. Мне не нравится. И сейчас я понимаю, что нет. Я бы сама второй раз, наверное, кролика не взяла, не купила, потому что мне даже по запаху они не нравятся. Короче, моя еда должна быть вкусной. Вот когда я ем с удовольствием, я наслаждаюсь, мне все равно что-то. Я вот могу пять дней арбуз подряд есть. Если он вкусный, я его вот ем с удовольствием. Если это корочка, то она должна быть вкусная. А я... Миша там купается. А, кролик, вот я запах чувствую, он мне не вызывает такого, что я хочу есть. Ну, готовлю и готовлю, в общем. Если что, Сергей поест. Добавила лук, добавила морковочку. Теперь это немножко тоже пережарится все вместе. Потом добавлю водички и буду тушить. И добавила сейчас лук и морковку. И сразу так вкусно стало пахнуть. Вот этот пережаренный лучок. Это прям вкуснятина, конечно. Да, просто когда кролик завелся, мне не нравился запах. А с овощами это прям уже вкусно пахнет. Я прям гуся съела. Мне, наверное, нравится все-таки запах больше просто жареных овощей тушеных. Три большие ложки сметаны добавила, специи много. Теперь воды заливаю это все. И тушую это все еще минут 15. Говорят, будет очень вкусно. Но вот пахнет сейчас, я еще специи добавила, да, посолила это все. Это пахнет, конечно, уже очень вкусно. А тушила я минут, наверное, 30 уже. Я думаю, у меня кусочки не такие большие. Я думаю, всего минут 45 мне хватит.